И здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать в ОРЛ. Новая лига для меня, но, возможно, вы её все знали, возможно, потому что там участвуют Арсен Карданов и Олег Нападовский. Надеюсь, что вы это знали, но, в принципе, лига по уровню, может быть, даже лучше Аора. По крайней мере, третьей лиги. Короче, дело в том, что мой дебютный этап в Монце прошёл вчера, в четверг. Ну и я, короче, еду тут теперь за хас. И до конца чемпионата я поеду именно в этом чемпионате, а в Аоре я проведу свою последнюю гонку уже в это воскресенье. Короче, ладно, у нас квалификация, Грам-при Италии, и тут есть такие просто гипер-пацаны по типу Балаш Кевина, Тритона Мати, Сандинатора. И Ворстаппина. Это, чтобы вы поняли, прям очень сильные челики, как я знаю, и с ними будет достаточно сложно. Также ещё знаменитый андинаторский интернет нам не дал запускать лобби, и мы его пересоздавали два раза. И после второго раза, когда он не загрузился, он сам вышел, и меня при пересоздании сессии переместили с четвёртой позиции на третью. Вы знаете уже, что я закончил квалификацию на позиции под номером 4, но стартовать я буду с третьей позиции. Вот так вот это всё, конечно, классно. Я поставил время 1.18.7. Это абсолютно лучшее время за всё то время, пока я езжу по этой монце. Я сам не понимаю, как я его поставил, так что, скорее всего, я даже его повторить не смогу. Собственно говоря, гонка, загружаем настройки этого, главное не забыть, немного доливаем топливо, и, собственно говоря, подправляем стратегию и отправляемся на стартовую решётку, где у нас прогревочный круг. Ну и уже, собственно, старт гонки с третьей позиции передо мной, самые сильные пацаны в этой лиге, ну и позади не менее сильные. И у нас с гастом так не стартует гран-при Италии, ОРЛ, первый этап, и у меня получается просто мега-старт. Я сразу же прохожу Матиса и уже пытаюсь попадать на Кевина, но не решил я тормозить позже, решил спокойно тормозиться, пусть едет себе дальше. Но у меня тут заруба с Матисом. Кто не понял, это реально такой крутой челы из команды Ториатона, вообще офигеть. Ну и, собственно говоря, я его пока что прохожу и выхожу временно на вторую позицию. Позади там происходит что-то типа краша, а я, собственно говоря, что-то как-то решил ошибиться в шикане, из-за этого Матис пытается у меня пройти по внутренней траектории, а я зачем-то его не закрывал. И у него это получается, лучший выход у него получился, не стал уже по внешней траектории лезть в этом повороте, было бы тупо опасно. Думал тут его снова пройти, но решил, что, может быть, я смогу за ним удержаться все эти круги и, может быть, он меня подтянет к Кевину. Но сразу же после этого он начинает от меня просто уезжать в каждом повороте, потому что я, собственно говоря, пока что не до конца вкатилась в гоночный темп трассы, потому что я сел где-то во вторник тренировать детали, ну и, собственно говоря, в четверг я уже ехал в гонку. И, кстати, запись трансляции тоже есть официально, есть запись полного моего онборда, где тупо, наверное, минут сорок только мы сидим в лобби. Ну и приезжаем два прогревочных круга и лагающий сейфтикар. Короче, ладно, на втором круге пытался его тут обгонять, но не решился его атаковать, решил за ним проследовать. Может быть, все-таки удержусь за ним, но он, опять-таки, повторюсь, сразу же начал отъезжать. Ну и так продолжалось до шестого круга, подведущие сидели у меня в ДРС, и, собственно говоря, на этом шестом, уже на седьмом круге они были слишком близко, и мой напарник по команде по Хасу начинает меня атаковать. Взял внутреннюю траекторию, решил ее крыть, но он взял, собственно говоря, эту же внутреннюю траекторию и меня прошел, потому что я его по факту пропустил, потому что у меня в батарейке уже прям очень-очень мало, половина всего лишь осталась, а надо ее как-то уже подкопить, поэтому решил его пустить вперед и попытаться как-то подзарядиться. Ну и на восьмом круге я был достаточно к нему близок, поднакопил ЕРС-ку, он к тому же еще и ошибся, и это был идеальный момент, чтобы его обратно пройти. Это я и делаю, Роберт Шварцман играет в Рейсрум, или в КС. Короче, непонятно, не вижу я этого, но это не самое главное. Я прихожу, моего напарника выхожу на третью позицию, и на девятом круге он снова пытается меня атаковать. Позади идущая, и точнее пилот, который идет позади моего напарника, и мать я заезжают на пит, и это, мне кажется, слишком рано, потому что с девятого круга уже как-то стрёмно ехать, если честно. Ну а я, собственно говоря, еду на десятом круге на пит, и тут происходит просто инсульт питлейна, где я превышаю скорость на три километра в час. Гениально, пять секунд я получаю за это, и это уже очень-очень плохо. Мне желательно дальше ехать, вообще не получаю три секунды штрафа, а уже у меня есть одно предупреждение. Питстоп 2.5, в принципе, ничего особенного. Я пока что еду пятый, но, конечно же, пятым я не выйду. Впереди меня выезжает краска Феррари, которая сделала андеркат. Я не решился тут с ним как-то буквы заходить в первый поворот, я решил его пропустить, тем более у меня комплект еще холодный, решил просто за ним проследовать пока, чтобы все равно я выйду впереди моего напарника, который едет сейчас еще один круг, и он у него сейчас будет прям очень-очень медленный. И на этом же одиннадцатом круге он заезжает на пит, и завершается, собственно говоря, волна питстопов тех, кто стартовал с комплекта софт. Кстати, у всех он был свежий, потому что, собственно говоря, было пересоздание сессии. Остаются только те, кто не заехал на пит, стартовал с медиума, и они будут заезжать где-то на семнадцатом-восемнадцатом круге. Ну и на двенадцатом круге я решаю выйти вперед этой Феррари, выйти на пятую позицию. Ну и легко это у меня получилось, на даже корпус где-то я от него отъехал, может даже на два, и, собственно говоря, спокойно завершил обгон и поехал дальше. Ну а на пятнадцатом круге уже мой напарник снова обогнал Феррари, и меня снова собирается атаковать. Пошли питстопы тех, кто стартовал с медиума, и я вышел уже на четвертую позицию, но сразу же опустился обратно на пятую. Ну и я его по факту просто пропустил снова, чтобы за ним проследовать и подкопить батарейку. На шестнадцатом круге у нас продолжается волна питстопов, и продолжается волна моих обгонов, моего напарника. И да, у нас еще один чел разбился на выходе из Аскари, но я его снова прихожу и просто поймал идеальные тайминги, когда, собственно говоря, появился виртуальный сэфтикар, и я вышел уже на третью позицию. Ну и на семнадцатом круге я просто ловлю сразу два предупреждения и получаю штраф в три секунды. Гениально! Теперь у меня восемь секунд штрафа, а с этим уже ехать сложно, но подъедущий тоже идет с тремя секундами штрафа, и моя задача от него как-то попытаться отъехать. Ну и, собственно говоря, когда я это пытаюсь говорить, я снова пропускаю его вперед, потому что, ну, он снова достаточно близок, я не стал сопротивляться, просто отрубил все режимы, он меня спокойно думал сейчас проедет, собственно говоря, это он и делает. Занимает внутреннюю траекторию, но почему-то дальше он не собирался ехать, и он остался на третьей позиции. Но на восемнадцатом круге он уже был слишком близок, и снова решил меня попытаться пройти. И, собственно говоря, легко меня прошел. Позади идущая Феррари уже как-то видно, что не может держаться в нашем темпе, у нас он достаточно быстр. Ну и, собственно говоря, у нас опять происходит размен позициями. Я прям на его заднем диффузоре вешу. Ну и на двадцатом круге у него, видимо, сдали нервы, и он ошибается, подпрыгивая на поребрике и улетая в гравий. Еле я его объехал, позади Феррари тоже много на этом потеряла. И это поворотный вообще этап данном в гран-при, потому что... Все, после этого он выпал из зоны ДРС, и его, в свою очередь, догнали пацаны на софте, и он начал и начал отставать из-за этой борьбы. Плюс у него не было ДРСки, и он уже не мог держать мой темп. На последнем круге было между мной и позади идущей четвертой позиции шесть и девять секунд. И вполне этого могло бы мне хватить, чтобы остаться на позиции подиума, если бы не этот челик из Феррари, который проехал, падла, без штрафов. Из-за этого, к сожалению, я только четвертый. Побеждает у нас Кевин, второй у нас Тритон, ну а третий этот чел на Феррари, к сожалению, Скрипи у нас третий, а у меня дебютная гонка получилась на четвертую позицию, и я даже не раздосадовала, потому что, как по мне, дебют получился хороший, ну и я сам, мне кажется, не заслуживал подиума, потому что из-за того, что не было ординатора, из-за того, что Ворстаппина выбили на первом круге, он не смог меня, собственно говоря, догнать, и они не смогли мне помешать. Ну а так, подиум достался другому Челику, который уже в этой лиге несколько гонок приехал, ну и я, в принципе, не против. Мне четвертой позиции достаточно, главное, что гонка была очень и очень интересна. Ну, надеюсь, что те, кто смотрел эту гонку в прямом эфире на канале ОРЛ, тоже оценили данную гонку. Ну и, собственно говоря, давайте посмотрим на результаты гонки, где у нас, как я и говорил, Кивин побеждает, то потом у нас Тритон Матья, Скрипи, я потом Челик на Мерседесе, не буду пытаться произнести его фамилию. Дальше только мой напарник на шестой позиции, ну и, собственно говоря, дальше вы все можете прекрасно видеть. У нас беды были у Вордстаппина, который получил дисквалификацию за то, что у него там какие-то проблемы произошли, его там развернуло, он поехал разворачиваться, за это ему дали дисквал, короче, ну, игра очень прекрасная. Ну и на этом я буду заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр, с вами был Андрюха Рейц, всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok